О, это отсылает меня к давним временам. Гмишка, ты здесь? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в плот. Вот такой вот заход у нас сегодня на видос. Мы играем в плот, и у нас с вами много работы. Много работы по добыче ресурсов, по убийству акулы, отгонянию чаек от наших пугал. Одного как минимум, второй просто мёртв. Второе пугало пугает первое пугало. Смотри, пугало, смотри, что с тобой будет, если ты не будешь пугать чаек. Круговорот страха, все должны друг друга пугать. Один я никого не боюсь, ничего не боюсь. Да, такой я смелый человек. Сегодня мы не будем париться насчёт добычи ресурсов, на самом деле я наврал. У нас с вами вот что, полный вперёд до следующей цели. Пойдём строго по сюжету. Потому что у нас уже такая точка, знаете, в истории, что куча ресурсов, вообще ни в чём не нуждаемся. А вон маленький остров вдалеке. Эх, а в начале игры я бы устремился сразу к нему быстрее скрести по дну. Но это не сейчас. У меня всё прекрасно. В целом нам, в принципе-то, остаётся только что ждать, пока мы проплывём 1700 метров. Это будет очень долго. Парус, для чего ты вообще здесь нужен? Так, очевидно, Юджин забыл про рыбные анекдоты, поэтому я их сам сейчас зачитаю. Всегда хотел понять, что в них смешного. Артём Фролов, почему селёдка не мёрзнет? Она под шубой. Нет, что? Что в этом смешного? Какая чушь. Ладно, может, следующий будет смешнее? Зачитаю их дальше в видосе. Так вот, моя главная мысль. Я не буду никак улучшать плот. Почему я не буду улучшать плот? Потому что игра не вынуждает меня это делать. Она не создаёт условий, для которых мне бы необходимо было бы улучшить плот. Вот, например, вот это радио заставило меня, по-настоящему заставило меня, геймплейным инструментом заставило меня сделать второй этаж. Ну и всё. Я как бы проверяю игру на прочность. На качество её внутриигровых систем. И пока они хромают, вот такой вот Евгений Эксперт. Ой, упал. Потому что качество игровых систем хромает. Вообще, меня как-то очень соблазняет этот остров сейчас. Мы, по-моему, прямо к нему плывём. По-моему, ещё больше. Смотрите. Оп! Страх укольнуть не получилось. Ну ладно, в следующий раз, в следующий раз. Кстати, у нас есть рыбное жаркое. Я... Я... Откуда я его успел сделать? Смотрите, вот это вкуснятина. Мы его съели, и теперь у нас появилась какая-то новая графа жизни. И что это такое? Она зелёненькая. Это слегонца от отравления или что? Потом разберёмся с этим. Самый большой остров. Там какая-то пещера. Знаете что? Тварь, всё, держись у меня. Нет! Ладно, ещё один камень могу выдержать. Всё, место освободили. Валим отсюда. Хочу сюда заплыть, в эту пещеру. Не зря здесь эта пещера. Таким вот образом мы попадаем на остров. В обход птицы. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что у нас тут есть? Погодите. Оп! Осторожней! Погодите, я был здесь, что ли, уже? Это же тот же самый остров. Я прибыл на тот же самый остров. Отлично! Нет, нет, нет. Смотрите, прям сюда плывёт. Чёрт. А! Как мне теперь доплыть? Вот так. По стеночке, как спайдер-мен буду ползти. Нет. А, да ещё не раз она меня может упустить. Снимаемся с якоря. Ой-ой-ой, всё плохо. Сейчас же застрянем. Чё, получается? По-моему, как-то выруливаем. Как-то вот тихонечко выруливается. Окей, огибаем. Остров надо огибать. Потому что она вообще в ту сторону. Что ж, кажется, мы встали на верный путь. 1600 метров осталось. И очень быстро уменьшается. В целом отлично идём. Но пока нам делать особо нечего, давайте займёмся микроменеджментом. Распределим все ресурсы. Субтитры добавил DimaTorzok Короче, я что-то там стал распределять Здесь вот, смотрите, все аккуратненько Аккуратненько Потом мне стало лень Лень Еще больше лень Ну и в целом, нормально, я думаю Смотрите, у нас опять эта проблема Мы плывем, а ресурсов нету Они не спавнятся Давайте пока мы плывем Это очень долго почему-то происходит И ресурсов нету Развлечем себя Убийством, чайк! А? Нет Нет Пожалуйста Да, нет Я попаду в тебя сегодня А? Нет Да, пожалуйста Да, чтоб тебя Да, блин А? Поверь в себя Стань стрелой Ты не стал стрелой Сколько я потратил? Да хрена Зато было весело Немножко Пока не стал промахиваться Возможно, это недосягаемые чайки Наверное Решурсов крака Огородный Решурсов крака Небольшая кучка мусора Это я про тебя Номер один Хотите, расскажу вам сказ О том, как Евгений греб часами Он греб часами И весла ломались А цель все никак не приближалась 772 Да сколько можно? 73, да? Отдаляемся Быстро спать Быстро встать Погодите А что если я буду С разбега грести? Я буду бежать и грести От этого еще будет сильнее отталкиваться? Наверняка нет Ладно, просто ждем этого Этого знаменательного пролага Маленького такого Едва заметного Только Настоящий капитан Морской капитан Опытный капитан Способен Просеть этот маленький пролаг такой Такой маленький лажок Вот Ой, что ты Охренеть Пролаг был такой лютый Видимо, что-то клевое нас ждет О, покажись Вот, видите? Вижу я Ох, это что-то очень огромное Оно даже не до конца прорисовывается Это оно 640 метров Стоп А там еще 1400 метров Тоже что-то большое Возможно Давай, гривись Гривись Такой махины я еще не видел Приближаемся 615 Ах Я не понимаю, для чего, парус, ты вообще здесь нужен Если ты ни капли не работаешь Ну, ни хрена ты не работаешь Медленно отдаляемся Отдаляемся медленно Ладно Делаем еще одно весло Опа Мы можем, оказывается, вид от третьего лица увидеть Хорошо, мне нравится эта шапка Прикольная Смотрите Я вижу какие-то строения Боже мой О Еще одно весло Сколько весел я должен привести в жертву тебе Остров Немного непонятно, как игра хочет, чтобы я на это забрался Ого Маленький выступ Я думаю, здесь мы и высадим сейчас Якой бросить И нам точно нужно будет лопата с собой Хорошо, вот мы высадились И здесь очень уныло Сейчас чуть дальше отплывем, посмотрим, что там есть Вот Вот сюда нужно подплыть Все, го, обратно к плоту О, что-то жутковато становится Последний, он гневается Тихо, тихо, тихо По краешку А, есть Чертов, прибой У меня прибил Давай, Евгений против стихии Очень легко Я просираю Да что в тебе Давай еще Больше весел Нужно больше весел Главное аккуратненько так лавировать По волнам Вот сюда Здесь аккуратненько Здесь Тут гребсти Там грести Тут поддеть Здесь Проелозить Там Помусолить Тут Плюнуть себе на руку Чтоб весло скользило Ведь нам нужно, чтобы было минимальное трение Весла об воду Или наоборот Я знаю, что меня погубит, когда я вдруг окажусь на плоту Именно Скулка погубит меня Гораздо раньше, чем я умру от жажды Или от голода Ведь говорится, что человек ко всему привыкает Кроме скуки К скуке невозможно привыкнуть Она убивает Я сломал весло опять Сколько их полегло уже Пожалуйста Да греби, давай Ты что ты делаешь? Быстрее Давай лопатой греби Ну быстрее Просто невыносимо Быстрее Соприкасайся с землей Ну пожалуйста Ну Вот Давай, давай, давай Бросить якорь Теперь я предлагаю запить все это Всю нашу горечь Слышу тебя Слышу Так Она же вся в шрамах Есть шанс ее грохнуть прямо сейчас Есть То, что нужно Выкинет голову ее тухлую Как раз таки сейчас еды себе сделаем Целую кучу Значит Выпиваем всю воду И делаем новую Все, ложимся спать Ладно Следующий анекдот Мистер Эррор предлагает анекдот Что слушают чайки? Чайковского Я не понял Это что, шутка? Это наезд? Что это значит? Это что за? Это личное оскорбление или что? У нас рыбные анекдоты Причем здесь чайки вообще? Что ты сказал про мою маму? Теперь давайте возьмем с собой Вот эти ножницы для шерсти Возможно пригодятся И вперед Смотрите, тут прям забор даже какой-то есть Такой резкий, крутой подъем вверх Смотрите, это какой-то заповедник Бальбо О нет Я понял намек, игра Это отсылает меня к давним временам Гмишка, ты здесь? Рычащий медведь впереди Надо быть аккуратным Вон он! Вот прям очень аккуратно надо быть Требуются дикие ягоды, пять штук Мы что, вино сделаем? Или морс? Медведь спит? Значит, не шумим Не будем его Го за ягодами Еще один медведь! На краешку пойдем Если что Давайте, оденем на себя. Вот. Прикинусь своим. А прикольно, если бы это работало бы. Что это? Пчелы. Значит, где-то здесь рядом есть улей. Но этот мишка, кстати, казался чуть меньше, чем вот тот, которого мы первый раз встретили. Возможно, тот взрослый. Это был детеныш. Его сын. Так, это грибы. Удержите. Ой, ведь нужно будет бежать, да, резко потом. Давайте попробуем. Была не была. Э? Всем насрать? Это я просто забираю. Да, ребят? Окей, дикие ягоды. Блин, ну это уже симулятор охотника какой-то. Охотник на ягоды. Он долго выслеживал ягоды, но он и не знал, что все это время ягоды следили за ним. Кусты. Это ягоды. Есть. Еще две. Эти пчелиные соты надо забрать. Нет. Какого? Как ты здесь оказался? Посраки мне дал. О! Выпотел. Сейчас, сейчас, с ним быстро справимся. Слабак. Ну, побегай. О, блин, как страшно. Есть. Еще одна медвежья башка. Оставим просто здесь головы одни медвежьи. Кстати, он довольно-таки, даже он бьет не сильно. Я разочарован, Мишка. Я думаю, если так все легко, давайте убьем и этого медведя. Слушайте, это какой-то особый медведь, да? Это особый медведь. С ним вообще лучше дела не имеет, мне кажется. Опа. Смотрите, значит. Станция 1. Станция 2. 3. И станция рейнджера. Пойдемте на станцию рейнджера, наверное. Что? Слышу. Ба. Сам? Как ты сам это делаешь? Забрал цепь. Сорян. Опа, медведь. А там палатка. Иди сюда, поближе. Оп. Ах, что ты будешь делать? По-моему, ничего ты не сможешь делать. Ах, как обидно тебе. Столько гнева и напрасно. О, нет. Кажется, он, блин, вполне себе знал, куда бежал. Сейчас ты подохнишь, понимаешь? Подохнишь. Вот, все, спасти. Так, палаточка. Что это? Мотор. Барахло Генри. Держитесь подальше. Станция рейнджера сюда. Что это за... Как много сюда нассали. Рейнджер, просто... Сколько ты ссал сюда, чтобы сделать этот ядовитый колодец. Что за платформер начинается? О! А, фу. Наступил. Хорошо, хоть в рот не попало. Все, мы пробрались. Охренеть тут конструкции. Давайте, наверное, начнем с этого дома. Смотрите, а присветится в темноте. Я их возьму побольше на всех случаях. Это хижина, получается, его. Ой, блин, я испугался. Кто это? Требуется лампочка. А где? Так, требуется пила Бруно. Смотрите, записка. Итак. Расписание. Июнь, Кабрера, Гала. Окей, хорошо, это список дежурств, я так понимаю. А это что такое? Очиститель биотоплива. Судя по всему, у нас будет мотор. А вот смотровая. Ну, понеслась. Все, выше и выше, и мы здесь. Итак, станция 2. Как здесь круто, наверное. Помните игра Firewatch? Вот я каждый раз, когда играл в нее, я задумался о том, как было бы прикольно мне бы так провести лето. Вот, смотрите, еще одна вышка. Провести лето на сторожевой. В одиночестве. Очень прикольный был бы опыт использовать, если он сломался. Я сломал. Я починил. Активных релейных станций. Одна из трех. А мы их запускаем. Записка? Первая запись. Оставлю тебе запасную лодку. Прости меня, Бруно. Они там совсем одни, Альберто. Вторая запись. Альберто сегодня мне удалось выйти с кем-то на связь. Должно быть военно-морской флот, какой-то иностранный. Я спросил их о тебе, но кажется, они не принимали сигналов с тех пор, как шестой ушел под воду. Оставил им сообщение на всякий случай. Не может же быть все так плохо. Бруно. Конец связи. Третья запись. Альберто, я нашел твой гаечный ключ на поляне. Ты специально его там оставила? Это игра такая? Понимаю, у меня подпортился характер в этом местечке, но ты ведешь себя жестоко. Если ты слышишь меня, пожалуйста, поговори со мной. Гаечный ключ, да? Где-то здесь. Хм. Мы можем вот так вот запрыгнуть еще выше, да? Или как? Ага. А что толку? А, ни хрена толку нет. Все. Короче, нам нужно идти на поляну какую-то. И там будет гаечный ключ. Окей. Теперь... Ой, как красиво. Теперь нам нужно туда. Что это? Здравствуй, птичка. Просто попробуем тебя убить. Не получилось. Ускакала, блин. С моей стрелой. А, вот. Стой, 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 стой. Так, блин. Есть. Фух. Бесполезно. Значит, станция 2. И рейнджер стейшн мы уже нашли. Но теперь нужно 4 и 6. Пойдемте в эту сторону. Хм. 4 и 6. Сюда. Ооо. А это что такое? А это что такое? Шшшш. Медвежья заначка. Вот она, Пелобруна. Так, нужно будет потом вернуться туда. Окей, просто наверх. Здравствуйте. Кстати, какой интеллигентный, смешной, бегающий, маленький... Не знаю, что это. Лама? Возможно, это лама. Так, станция 6 туда. А, значит, 4. Пойдемте только 4. Так, камешек. А вот и ресурсики пошли. А если я туда прыгну? А если я туда прыгну? Ой, как страшно. Оооо. Как ты хочешь, чтобы я... Что я должен здесь делать? Попробуем просто ради прикола. Я... Я не знал, что это сработает. То есть, эта игра рассчитана на это? Только так, да? Только так, получается, можно попасть сюда. Охренеть. А если я не сделал лук? А если у меня нет никаких ингредиентов для лука? Если я играл так, что у меня нет ингредиентов для лука? А если я просто выкинул все свои луки? Что останутся 4? Так, я вижу, как ты игрушку. Вот ты. Ну-ка, подохни. Блин. Ну-ка, подохни. Молот, Бруно. Отлично. Активных релейных станций. Одна из трех. Да это пока что. Теперь две, бич. Записка где-то была. Четвертая запись. Номер 3 пропал, но я в порядке. Я не злюсь, Альберти. Ты все время говоришь, что я злюсь. А я не злюсь. Я просто устал. Ты прячешься от меня, Альберти. Но я знаю, что ты где-то здесь. Рано или поздно вода заставит тебя показаться. Генри считает, что я не должен так говорить. Я чувствую себя занудным старым пердуном. Но ты меня бросила здесь. И уж извини, такие у нас сейчас дела. Пятая запись. Как там было у Вонегута? Что-то о том, что людей не хватает. Ты мне твердишь, что я должен уйти, Альберти. А сама людей не хватает. Даже не знаю, ты ли это. Помнишь, как мальчишки нас разыгрывали дома в центре? Лицо одно, чека два. Ха-ха-ха. Но может они что-то знали, Альберти? Шестая запись. На днях Миранда закатила скандал. Сказала, что Генри ее уже достал. Эрел любит ее подразнить. А я-то знаю, какой она может быть. Она способна вообще на все. Боже право, эта женщина меня пугает. Бобби предлагает поговорить с ней об этом. Но сам не торопится этого делать. Так и толку от него. Альберти, я нашел твою страховку. И она в плачевном состоянии. Я за тебя волнуюсь. Я тоже начинаю за тебя волноваться. У меня заканчиваются ресурсы. Именно припасы. Съясные. Не хочу возвращаться на плод раньше времени. Так, что тут есть? Хм, никаких заначек. Пусто. Вот только топливная труба. И добавлена новая заметка. Не потеряйте вот это. Бальбоа. Эх. Между четвертой и шестой. Вот где-то здесь. Хорошо. Потом сюда сходим. Теперь долго не думай. Давайте идем на следующую станцию. Которая... О, блин. А, мы живы. Значит, мы были на четвертой. Теперь идем на шестую. Странный номер. Мне бы понравилось здесь спать. Один. Роза. Все время. Иногда. Обычно. Права. Второе. Экс. Кроме тех случаев, когда Диана говорит что-то обратное. Третье. Лидия. Выдвигает предложение. Нет. Правила. Разве что. Два. Когда Диана говорит обратное. Начинается темно. Мне вообще надо. Там мишка. Так. Это оно? Или вот это оно? Стоп. Здесь какая-то пещера. Нужен мачете. Или что? Подстричь. Подстричь. Это, кстати говоря, та самая нычка, походу, которая на карте отмечена. Блин. Забыл про тебя, тварина. Все, ты не отстанешь теперь, да ведь? Ладно, сейчас быстренько загасим его. У меня лук сломался. Вот это неожиданно. Обида. Бежим отсюда. Отстал. Смотрите, как мы очень выгодно пришли. Вот это та самая миска, куда нужно эти ягоды засунуть. Ой. Ой. Быстрее. Я понял, для чего это нужно. Блин, я туда не пойду. У меня сейчас нет ресурсов. Я тохну скоро с голоду. Ау, ау. Ладно, последний анекдот. Артем Ершов предлагает. Мама, купишь мне рыбок? Зачем? У тебя аквариума нет. Господи. Это отвратительно. Это бескусица. Я знаю, что нужно сделать. К следующему выпуску, пожалуйста, подготовьте птичьи анекдоты. Вот про птиц гораздо веселее шутить. Я ненавижу птиц. Только не про меня, понятно? Про других птиц. Или других чаек. Мне пофигу на них. Самые прикольные анекдоты зачитаю в следующем выпуске. А вот эти вот просто... Как кошмар. Ужасно. Пойду рыбу похаваю. О, кстати, смотрите, что это такое у нас. Здесь ничего нет. Просто так. Что ж, наступает новый день. И мы отправимся сейчас на остров. Исследовать его повторно. Но в следующей серии. Потому что пора. Пора заканчивать. Вот так бывает иногда, что видосы заканчиваются. Как заканчивается еда в моем желудке. Как заканчивается стамина. Все заканчивается однажды, друзья. Но есть одна вещь, которая никогда в жизни не закончится. Это моя любовь к вам. Ладно. Без пафоса. Огромное всем, друзья. Спасибо, что смотрели. Действительно, я вас обожаю. Целую, обнимаю. Всех очень люблю. Спасибо вам всем огромное, что вы до сих пор со мной. Что кайфуете от моих видосов. Что ставите лайки. Что подписываетесь на канал. Что зовете своих друзей. Это... Это пипец, как вдохновляет меня. И я надеюсь, что мы с вами еще куча-куча всего прикольного сделаем. С вами был Юджин. И всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok